бойся донайцев дары приносящих на я вас приветствую друзья с вами верс да похоже даже свои боятся донайцев которые пытаются подарить им регион не знаю почему а ну-ка давайте ради интереса сейчас проверим вот-вот микены а ну вам я не могу его подарить я же точно я твоему брату могу подарить вот спарта ты же ты же хороший пацан да как там у нас его ну вот он да единственный городишко не хочет не хочет просто дари не дари а ничего не получится они ничего ничего не будет хмалит не зима да так а здесь еще аргас где ты ну не хочет чего вам не нравится этот регион ладно он мне не тарахтел но вот они похоже реально чайки эти прохаванные ждут когда там восстание произойдет и забрать его таки с девизом мы освобождаем от этих мятежников данный регион и себе его в карман так схема-то хорошая на самом деле проверено тут у варщиками давным-давно да в риме втором я вообще так в время втором вообще 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 обидно когда ты будучи допустим там играя за римлян в принципе по факту скажем так кроме тебя уже значит точно никого с римской культуры нет всех ты быстренько добью тыкс а ну-ка давай ладно улучшим так вот никого нет заключаешь союзы соответственно с греками и раз они захватили один городочек в твоей провинции ну нехорошо нехорошо индиктные сдать свою культуру насаждают в провинции под восстание подбивают ну и ты такой вот дядя самых честных правил отправляешь по-одиссеевский кучу шпионов которые начинают сеять смуту сеять смуту начинают просто откровенно честно говорим как есть сеять смуту поднимается восстание восстание захватывает этот город а у нас тут как-то случайно вдруг вот абсолютно неожиданно мы сами даже и не думали что так получится оказывается стык и наша армия под благим девизом освобождает этот город захватывает его и вдобавка всему улучшает отношения со своим союзником ну мы ж помогли мы помогли город себе забрали ну ну извиняйте профукали профукали город он тернаж кстати лучников смотрите нанимает и тяжелых бронированных подтянул меня и гигантиков прям на всю катушку он мифических то существ этих миниатюрных понатаскал в общем такой расклад был был и мне кажется что-то именно на этот расклад они надеются иначе как можно объяснить что искусственный интеллект отказывается от подарка просто отказывается от поселения я ведь не прошу сейчас даже ничего взамен ладно бы они его ценили там в три копейки амазонки в принципе ваши враги военные и не хочу на ягс не приставай пожалуйста не доверяю я этим союзом договор обмена не хочу хочешь разрывай договор вот вот вообще в принципе фиолетово у нас сейчас армия освободилась вряд ли кто-то здесь объявит нам войну а вы уже и уничтожен я давно этого ждал удивительно что не только сейчас город взяли поймали их на контратаки пока те захватили городишко пошли этих выгнали за шкирку выкинули так еда камень 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 не можно увеличить в принципе поступления почему бы и нет порядок здесь есть здесь у нас можно подождать восстание отправиться до армии но армия в любом случае вынуждена оставаться пока что в этом районе отстань 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 и глюк мы не в затяжку как в том анекдоте так полный успех находящийся левк никуда и не пойдет левк а можно этот город хотя ну гигантики тут есть какие никакие ну гигантики пусть будут порядок ненавидем ахейское влияние все равно растет свои тут тут все нормально в этом плане налоги налоги сложность вряд ли в плюс выйдем вряд ли в любом случае в плюс выйдем добывать древесину хотя армия скорее все останется в этом регионе войны ждать не приходится подождем и палатку лесорубов построим и все будет хорошо все будет тип-топ очень хорошо давайте друзья товарищи вот молодец теперь к тебе присоединяется шпион и и вы такой вот веселой компанией возьмете да припретесь к элис а кто такая элис да никто не знает как минимум у донайцы точно еще не знает кто такая элис соломин и абанты но пейте дети молоко не будете абантами те гектор тут даже сейчас ускорение оставим чтобы быстро завершался ход по факту интересно с одной стороны что делает сейчас у союзников какие тут страсти кипят в восточных частях наших владений ну скажем союзникам все-таки наших владений как амазон хитом бегают вдоль побережья кто кого гоняет кто кого плетью подгоняет хочешь договор ну давай с тобой договоримся об обмене на 10 ходов даже смотри я так договорюсь с тобой как те такой договор идеале и не кажется банально идеально с тобой есть договору пока что нас это устраивает договор подписывать не буду об обмене о союз против нас дардан стир подтянулись кто вас подтянул подалась уговором фракции гектор троянский гектор 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 не ну и на самом деле как показывает компания за гектора верный союзник прям вот он достоин уважения лев дальность перемещения по карте компании сокращается на несколько ходов и лев кто-то психанул маленько маленько психому одиссеюшка так ориентир вот сюда да окей окей просто как путь прокладывать нам тогда как нам прокладывать путь пытаться вот здесь проплыть давайте как раз молитву вознесем посейдона до дружище на следующий ход ты ответишь за свои слова мы ответим за свои но тебе в этот раз одиссей ничего плохого не говорил так что не злорадствуй будь добрым милосердным и пушистым так 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 и хир но портовые города надо улучшать по-хорошему да можно прокачать городишки но предлагаю в основной своей провинции либо здесь либо все таки на и таки прокачивать порт продовольствие будет приносить увеличить количество ресурсов которые все постройки приносят нам не сдаем снова ход вот так вот отправляемся в путешествие за одиссея таким макаром вполне возможно ну одиссею одиссей одиссей улучшить кого-то стоит и в армии если обеспечить себе хороший доход по ресурсам а то что мы захватили уже способны обеспечить хороший доход по ресурсам одиссею в итоге за счет лагерей тайных создать новую армию реформу прямо на вражеской земле идти в сторону трое разорять грабить уничтожать ничего не захватывать так проверка на вшивость окей хорошо так вот но у него принципе проблем как у ахила не будет что одиночный договор все плохо да улыбнулся нам посейдон во все свои 33 жабра плыви не бойся в этот раз циклопы на нашей стороне герой двенадцатый у тебя что дальность перемещения агента вражескому гарнизону урон дальность перемещения этого агента скорость исполнения при успешном действии в поселении вероятность по нейтрализации успех ядом в принципе но я тебе качал яд так что продолжим эту тему яд детям не игрушка улучшать давайте также портовые пока что постройки будем улучшать пока строим исключительно портовые и я сказал портовый здесь нам не хватает опять нюнче страшно бывает проверяем быстрый договор чего у нас тут во внешней политике ох-х-х-х-х-х-х-х-х господа берите шашки любопытно как я говорил да порой стоит заглядывать в дипломатию просто 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 потому что возможны разовые акции такие уникальные моментальные только сегодня и только сейчас загляни в дипломатию и получишь мекен и в подарок вместе с агамем на нам и что будет с его вассалом вопрос он там к нам не перейдет он вполне возможно нам войну объявит но искусственный интеллект не хочет нас отпускать не хочет чтобы мы спокойно плыли выполнять задачи да он хочет нас втянуть здесь сражение войны драки на родине очень хочет как просядет доход люто лютейше любопытно что касается вот этого города ну не передумали что касается этого города спарта не передумали да не передумали мы а он офигеть а почему мекен так много ресурсов представляете как-то люто тоже смотрится можно было бы тебе подарить какой-то регион рискнуть поступить очень коварно допустим обмен рояк это где это ты клей но вот клейтор давайте подарим если что вдруг риска не так велик мы 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 просто требуем с него ресурсы но все он не отдаст смотрите ладно еды у меня достаточно мне интересует больше дерево даже частично мы тебе выделим в остальном все прилично все армия ушла на конфедерацию он при этом в любом случае подписывает ну а почему нет почему нет меня лай не обидится может быть даже последует примеру брата исключительные войны халкида конфедерация захвачена провинция мекенская область атакованный союзник идите на помощь или это уже наши земли это уже наши проблемы минус 20000 распишитесь получить а банты здесь теперь разбирайся с кучей вот этих вот бродячих мерзавцев коем веке открываю список армий но дружище ты тем не менее остаешься к тебе претензий никаких вот он агаменнон в море пей и пир и репей эту армию скорее все тоже сейчас пустим под нож это армия но может оставить гигантиков либо их нанять распустить чтоб штраф не нести такой лютый лютый штраф не нести неприятная тема спасибо при успешном действии своем поселение увеличиваем конечно же влияние конечно же влияние ну погнали агаменн агаменнон суши весла ски раз наш тут все хорошо дипломатический статус но мелочь союзники нейтрал и союзники нейтрал и вот этот кусочек ну и а банты будут плыть пытаться ну если что агаменнон отправишься на помощь одессе в любом случае тебя турнем из армии уже 7000 сэкономить тебя турнем из армии и еще сэкономили тебя солдаты с дубинками и щитами копьеносы со щитами воины с дубинками тебя можно было бы присоединить к нему так но гиганты как раз в этом регионе нанимаются и как раз вот они тяжи вот они лучники так что у вас все-таки выгони подожди ты дотягиваешься нет нет гектор он не убьет ну и ладно распускаем вот так вот новая власть пришла все тех по выгоняем тех по распустим везде своих посажаем вот этот отряд точно хлам ополчению тебя тоже в топку но у нас будут колесницы оставим средние не тяжелые пока что воины с дубинками неплохо могут для флангов зайти минус себе могу позволить проверяем список одиссей левк это свои пацаны агамемнон идет кирин и пей ему отдаст своих бойцов вот и все это наша посей дону тут приносит жертву фиану 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 чё у тебя прокачки давай посмотрим ладно эгоист фигня вероятно с доброго знамения когда сопровождает армию в данной провинции когда бездействует арес ой на прокачка конечно отстой короче это прощай можешь часы в плюс даже выйдем теодор первый левел молодой перспективный агенты нам нужны агенты пригодятся давать пока что когда мена но подойди он тебе совет там какой-нибудь даст этот дружище что у нас здесь российское влияние почтение предвиде 1 левел останешься будешь действовать также почтение к предкам сейчас после конфедерации очень хотелось бы конечно афродите вознести мольбу чтобы она улучшила отношения но пока нет крифон все плюс не вышли ну сойдет тем не менее не хотел мне отдавать этот город в итоге самого подарил уважаю уважаю так счастье в этой провинции счастье и процветание можно улучшить поселение но этот город пока никому так и не нужен кихир 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 и ладно давай вот так счастье улучшаем чуть не нравится в провинции есть несколько построек этого типа не дающих дополнительно преимуществ где где вот 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 где похоже он еще не отошел от меня лая считает что так на тебя опять не осталось здесь халкида халкид халкид халкиды чем новые провинции надо пересмотреть согласен ладно давай это своя нормально застроена с этой мы тоже работали микенская область но здесь можно вот продовольствие три сотни безусловно это полезная тема но разрушим разрушим здесь доить мы регион не будем так сильно у нас есть армия которая будет наводить порядок постройка для армии оставим храм аполлона благосклонность это ерунда стоимость найма всех дальнобойных отрядов в начальный уровень агентов стоимость найма и разрушим храм чё там нам кстати вернут немножко вернут отлично сносим 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 и пир ну на и пире все как мы и планировали тут все ясно тут все понятно тут ничего не сделаешь это постройка ну не нужна в афинах афина тоже такой город до легендарный но нам по факту он не тарахтел ювелир ваш папа не ювелир до шушу него тогда такая получилась красивая постройка так славные бронированные прачники это пока что оставим тиринф казармы ты здесь возвел и аполлона ладно сносим аполлону не пока все просто пока просто сносим просто 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 сносим светилища зевса увеличивает влияние светилища зевса придется оставить светилища зевса мы оставим на тебя не осталось ничего киринф тоже доить сейчас не станем хоть у нас есть определенные проблемы безусловно седой но всего хватает сегодня мы резко выросли господа мы прямо подросли гектор и тем временем брата обижает могли его разбить можно попробовать посмотреть часу агамена на есть ли перкс и победу над гектором если что он рядом почему бы и нет почему бы и не испытать вот еще проверим тему да если эпический герой нужен для этого все таки или только твой личный за которую ты начал компанию где глюк а где нет вот они пошли расторжение договоров нашли повод втянуть нас в войну контр-предложение разовый не буду давать предлагаю тебе вот такой вот формат пожалуйста не благодарит союза а вот он он как раз таки и парис он оказывается против нас не воевал его подтянул уже и ней соглашение о праве прохода заключен договор снос нос нос мы в минусе по-прежнему уровень почитания аполлона понизился но чуть обидится в итоге атика у нас вполне возможно присоединиться киос это все это все принадлежит по факту по одному поселению и не только по одному еще по паре в некоторых провинциях значит нашему аяксу срок подготовки осады и судя по всему сейчас есть вариант такой что нужно что-то другое качать дальность перемещения для всех своих не боевые атосад передвижению по морю благосклонность начальный поступление бронзы ну либо дерево взять поступление древесины заход чтобы мы строили быстрее все-таки за один быстренько ход изучим будет проще жить договор с трезаном они освободились и уже подписали даже и вон военный союз мне мы за мы мы только за давай на постоянной основе ты мне будешь поставлять древесину тебя ее много хотя много с ними не получим 25 давай 25 10 здесь подписываем как минимум начало положено это уже хорошо где здесь пути снабжения призыв повелители любицев молитва посейдон главная стратегическая угроза последствия создания конфедерации вот все ресурсы минус 10 процентов влияние минус 12 части минус 8 небольшие штрафы дипломатическим отношением ко всем фракциям и невозможность подписать и еще конфедерацию еще мы хотим еще конфиденции мы хотим больше конфедерации богу конфиденции так мини лайвшка а вообще у тебя смотри склонный к соперничеству преданность если к моменту завершения хода арес подсчитается преданность после победы в бою которым не получал подкрепление но вот это нормально смотрите победитель гектора да у него есть ачивка за победу над гектором у него есть возьму кстати перк за победу над амазонкой скорость героев бою и натиск всех отрядов эпический родословная балласт и или зажрался тебе балласт надо сбрасывать эффективность царских указов влиянием значит мы ну 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 стоит тратить на давай серьезно не ладно я чё-то не понимаем что ли ну допустим предположим ты серьезно у тебя элита я согласен у тебя несколько отрядов копеек вот до этого момента как-то меня баланс вообще не смущал в плане баланса все было достаточно разумно справедливо хорошо но сейчас нет же сейчас как бы но нет вот когда же нет этаж нет правильно погодные условия пусть хорошая погода и он еще и даже не отступает он он верит свою победу он действительно уверен в том что он сейчас выигрывает будет ржачно если он действительно сейчас победит к за счет чего ты собираешься побеждать это самый главный вопрос так давай прачник с одного фланга с другого фланга также разделим наших гигантиков авангард вы должны будете их просто сдержать но согласен на нас легкие пехотинцы не особо надежные в любом случае все хорошо а вот он и агамимнон подъехал агамимнон в услужении одиссея как гордо стоит хорошо стоит об почесал рифа то ли я сделал а тому ли я дала соглашение конфедерации подумал сейчас агамимнон так все погнали к противнику прибыли подкрепления ты побежишь или нет мне очень любопытно колесницы давай сюда мне сейчас крайне любопытно не стреляйте без приказа пока я скажу когда можно будет тисея отправляемся убивать тисея так а он здесь считается этот тисей это легендарный эпический тисей или так подделка огонь на вашего героя напали да он сам на кого хочешь нападет так тяжелые штурмовики огонь по ним колесницы готовятся заходить и уничтожать легких застрельщиков копейщики выходят немножечко вперед в принципе здесь мечники авангард тоже можно будет бросить сейчас мы вам перекрестный огонь устроим троянские защитники меня ложка ну ты давай это как вы меня ложка агамимна это поактивней что ли вперед вперед элита троянская смести я хочу посмотреть на колесницей будут сносить дружище разорви его разорви его в хлам разорви его полностью так прачники переключаемся суда лучники заходить из тыла сейчас убивать врага вы начинаете делать маневры в том числе и ты как дела меня лилой лооо лоо 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 делай когда снова назвал огомен roar ну и колеснице втоптывают в грязь его элита конечно хороша и торгует тут своим хлебалом не спеша прачники давай войско теряет боевой дух но очень круто прям даже в тыл расстрел сейчас не помогает бегай убегай подворотни тебя ждет маньяк колеснички на вас надежда большая агамена сражается против тисея против гектора здесь прачников зацепили великаны драпают только так но великаны на самом деле на вас как-то особо надежды и не было согласен колеснички против копейщиков в тыл не могут лютуйте да не паникуйте а лютуйте давайте в подвижников гектора так иди с этим сражайся он под сейчас стероидами слишком лютый убегай вот сюда но все таки тяжелые вот отряды и никакие колесницы не страшно вот если так смотреть все по феншую все по очень грамотному феншую идите вы сражаться прачники кончайте бегать аресты врубить тебе давай испытанец это какое для агамена ребятки разворачивайтесь и стреляйте баланс еще на нашей стороне колеснице просто контрить бы получше а не смотреть по сторонам и будет нам счастье уходим уходим колеснички тем более сейчас на самом деле застреливаются стрелы работают и вам тоже делают больно ну бегом сюда да плюньте вы на того подонка не достоин он вашего внимания не агамена не может вытянуть даже под аресты гектор сейчас ему убегать придется сейчас ему однозначно придется убегать хотя подожди давайте прачников переключим на вот эти отряды сподвижников гектора попытаемся сбивать стреляйте в кого хотите там у вас ограничили агамена бежишь до трус несчастный рано бежишь так колесница работаем 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 разбегитесь в разные стороны но может можете как то не в одну точку бежать ну ну что вы как дичь неразумность и ведете под этим все таки режимом перестрелки сноси их а приказ кому был дан сюда бежать вот кому был приказ дан сюда бежать колесницы здесь наши против гектора ничего не сделают агамена ты вернуться не собираешься в битву так ладно и унести этого подорвем хотя бы мораль все вернулся красавчик так уйдите против гектора вы не попрете убегаем можно вас сюда напрячь уходи 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 а ну-ка давай-ка по гектору отработаем тогда издалека убегаем здесь все хорошо но в целом неплохо неплохо герой противника отправился в царство аида великолепно это было тактическое отступление продолжает тактически отступать тактически тактично уходить так иди сюда этих мы сломаем здесь троянских уже опрокинули но мы выиграем до огромные потери понесем тут проверку просто нереально устроили на вшивость новым войскам убегаю-бегаю-бегаю-бегаю бегать бегом сюда колесницы топчите брачники не смейте бежать только ну защитники гектора ну насколько они крутые ребята а в таком в таком количестве остаться против колесниц продолжают драться яростно так чуть растянитесь и наши колесницы еще ломают как не в себе говорят колесницы там лютая имба где если против правильных отрядов какой след колесниц если против правильных отрядов использовать то да они имба а если контр меры принять то все она вы попадаете по нему хотя ну ладно мы проверим попозже мы с проверкой вам приедем попозже колесница оттяните их здесь этих мы уже не спасем хотя можем в принципе почему нет все великолепно опрокинули работаем под аресты и сейчас не он она ему доступна но он ее не использует в общем тебе придется использовать чисто такие крысиные тактики расстреливать сейчас гектора и все не достоин он такой смертенек достоин но вроде бы как агаменнон его уже побеждал а подвижники гектора вот она арестея пошла сваливайте усваливайте отсюда прям вот сваливайте к своим давайте разбежимся у них щиты блокируют 85 процентов урона в лоб сваливай 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 под этими спидами его смысла нет расстреливать под этими препаратами гектор силен это вы давай у вашего отряда кончились боеприпасы давай 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 подпускаем колесницы да не дроу не дроу эх а у вас снаряды еще есть такие нужные снаряды что ж прочники погнали проявляйте себя мочите гектор со всех сторон ломаем 3000 хп у него сейчас хотя он на вас бежит что в лоб наверное лучше не расстреливать ускоряемся отстрелялись сваливайте стреляйте сваливайте но 1000 хп мы ему сняли сейчас персидский царь дарий одобряет наши действия так 1400 хп осталось у него по морали конечно проседает сильно да колесницы свалили вместе они знаете колесницы сейчас мы их дальше по преследуем и побежать красавцы свежие при этом гектор очень усталый крайне усталый давайте отправляем гигантов они подготовят если что гектора к сражению с агамена нам остальные подходят давить морально оп что может по натиску прогуляемся у них хороший натиск бедный гектор а не валяшка 1300 правда у него пока так и осталось хп уходим следующий натиск устоял ус головы ему пытаются втащить но бежит все таки гектор сбежал не устоял минилай с нами а гектор поверну ну и все минилай давай короче короче давай это ты его победил так что прям вот преследует ты его лично в поединке уничтожил еще раз в очередной раз но ну как то все таки я думал сейчас вашу элиту троянскую мы быстрее пора стреливать будем там даже с флангов наши прачники их их ковыряли ковыряли но с трудом герой противника ранен все завершаем бой вот так вот прям вот неожиданный момент самые интересные сражения как подъехали да тисей и слили то всего лишь одного гиганта избежавшие застрельщики в начале боя выжили только все остальные в расход пошел хорошая битва хорошая авантюрист за большие потери в нескольких битвах твердо стоит на ногах небо и потери в глубоких водах на море боевой дух всех отрядов минус 20 это армия за несколько поражений в битвах на островах утрачено спасибо кстати из-за этого у нас сейчас отряды дрожали дополнительно враг убит в бою а че там у тебя негативно еще отмеченный дэймосом дэймос спутник так при первых же звуках битвы эта трусливая душонка впадает в беспричинную панику которая явно не предвещает хорошего исхода за несколько поражений при обороне брать добившихся ну короче побед на добиваться воспитывать тебя нужно воспитывать у вас тут тоже гадости нет но вам нет еще не успел гамена гадости завести все отправляешься в киринф отправляешься в киринф ну давай пока островитян нанимай мало ли что здесь сейчас будет закипишь потом отправляешься в эту провинцию тут будут хорошие бойцы тебя уже ждать тебя будут уже ожидать хотят тебя вот и я считаю хорошие бойцы прям на ускорение беги сюда отдавай их всех пока что всех не можешь 24 а у тебя же комплект отставить найм присоединяй на найме островитян хотя против таких троянцев это бесполезно распускаем и мы выходим даже в плюс вот на этой ноте завершаем конечно серию я думал что мы такими темпами сейчас быстренько где-то там одиссеюшка одиссеюшка где ты плаваешь думал мы доплывем уже выполним вот это задание эпическое с эпической силой а куда подожди-ка что-то я сейчас ну правильно да вот поселение бегом отправляемся но агамемнон теперь с нами и его проблемы придется решать одиссею хотя и раньше так по или аде проблемы агамемнона приходилось решать частенько одиссею на сегодня же все друзья мои с вами был веру всем добра и интереснейших прохождений скоро будет еще больше а тут вам лабиринтики есть всем добра пока пока а